Мы готовы платить, лишь бы нам включили эту воду, так нам мы платим и нам ее не включают. В 2019 году обратились мы в водоканал. Значит, ну, построили 40 квадратов дом для бабушки-пенсионерки. И обратились по всем коммуникациям. Значит, на сегодняшний день все коммуникации проведены, кроме воды. А с водой мы просто находимся в такой ситуации, когда сотрудники водоканала манипулируют своими возможностями, отказами и так далее. Значит, подробнее. В 2019 году, в ноябрь месяц, обращаемся с заявлением о техническом присоединении. На что получаем, у нас сотрудники водоканала объясняют, какие документы. То есть, мы собираем все документы, обходятся они на 20 тысяч рублей. Вроде вот, все подошли, давайте воду везти. На сегодняшний день вода также отсутствует, мы уже и проплаты сделали, и монтаж у нас готовый. Эту ситуацию выводят на тот уровень, что приходится постоянно платить и ждать. Документы у нас все в порядке, монтаж готов, все готово. Что они хотят, ну, в принципе, мы не понимаем. Значит, женщина-пенсионер, 65 лет, двое несовершеннолетних детей в этом доме проживают. Находимся 8 месяцев без холодной воды. Значит, эта коммуникация является необходимой жизненной коммуникацией. То есть, у нас они все есть, везде все проплачено, все проведено. А воду коммерческая организация «Шахтинский водоканал», который выкупил у городской администрации водоканал и все трубопроводы, то есть, нам отказывают в подключении, постоянно объясняют, что какие-то причины не позволяют это сделать, что в этом году якобы они никого не подключали еще. Хотя, наглядный пример, у нас соседи все подключаются, все пользуются водой, жалобы в прокуратуру никаких действий не дают, в администрацию президента писали, никаких действий не дают. Объясняют, что коммерческая организация выкупила водоканал, платите. Но мы платим и в итоге все равно не получаем результата. Мы сделали монтаж своими силами за 12 тысяч рублей, а нам счет выставляют за точно такой же монтаж, ну плюс проекта это получается 15, а нам выставили счет 82 тысячи рублей за монтаж, где труба даже розничная, цена 80 рублей погонный метр стоит, а у них идет цена 4,5 утвержденная каким-то непонятным министерством и так далее. Я бы, конечно, обратился к губернатору Ростовской области и попросил навести порядок действительно в сфере водоканала, потому что со всеми коммуникациями у людей в принципе проблем не составляет. Мне очень интересно, почему газ на самом деле взрывоопасное вещество, монтаж стоит 36 метров, 20 метров погонных монтажа, а вода, просто труба пластиковая, стоит монтаж 82 тысячи. Вот мне вот эта разница вообще непонятна. Почему так происходит?